Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. К Диме Дмитренко пришла новенькая девушка Катя, чтобы отбить его у Оли Рапунцель. Рапунцель начала орать, когда узнала про приход соперницы. В своем микроблоге Оля пишет, «Никому тебя не отдам, никто не посмеет влезть в нашу пару и никто не разрушит наше счастье». Над Глебом Жемчуговым состоялся проектный суд. Судили его за то, что он не желает заниматься чем-либо, кроме творчества. Глеба признали виновным. Приговор – 8 ударов розгами. Вот некоторые комментарии. Со всем умом тронулись. Следственным органам давно пора обратить внимание на программу. Как только Михайловский не изощряется, чтобы привлечь внимание к проекту. Посмотрите, насколько Ебаров в своей тарелке. Даже кайфует, по-моему. Андрей Чуев и Марина Африкантова уехали в Старый Оскол. Новенький Артем Аганесян устроил свидание для Насти Волынец. После него девушка подралась со своим бывшим молодым человеком Богданом Бобриком. А ночью уже и Бобрик уехал на свидание вместе с Сашей Харитоновой. Костя Иванов не считает, что вел себя как Альфонс, когда просил Сашу Гозиас оплатить их совместный отдых. Оказывается, это была просто проверка для девушки. Костя пишет. Я никогда не жил за счет женщины и тем более не отдыхал за их счет. Я хотел понять, готова ли Саша, имея возможность, помочь мне даже в такой безобидной ситуации. В одну секунду я стал Альфонсом и не мужиком. Для себя я сделал определенные выводы. Ничего нового о женщинах я не узнал. На Сейшелах открывается новая площадка. Саша Задойнов и Ваня Барзиков уже на острове. Они заселились на виллу. Вот-вот на остров прибудут новенькие участницы вместе с Венцеславом Венгаржановским. Саша и Ваня с нетерпением ждут тех, с кем им придется строить любовь. Девочки будут жить в старом бунгало, а холостяки поселятся вдвоем в новом доме размером 310 квадратных метров. Его строительство обошлось почти в 30 миллионов рублей. Бывшая участница телепроекта Руслана Мишина публикует фотографии с новым молодым человеком. «Носите женщин на руках, и тогда они будут радовать вас каждую секунду», – пишет Руслана. В новом выпуске журнала «Дом-2» имеется статья о Руслане. Девушка рассказала в интервью о том, что недавно победила онкологию. «Врачи сказали, что это последняя стадия болезни и что мне осталось жить немного. Я прошла курс химии, лучевой терапии. Я была уверена, что выздоровлю. И те запреты, которые мне необходимо соблюдать, я сейчас не соблюдаю». Хоть такими вещами и не принято шутить, но фанатам телепроекта с трудом верится в эту информацию. Вот некоторые комментарии зрителей. Ложь и провокация. Никто после онка не поедет под жгучее солнце, если он, конечно, не совсем безумен. Последняя стадия рака и излечилась, а после этого на солнце столько времени не провела, что-то не верится. Но все равно, дай Бог всем здоровья! На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.